В Карачаевске прошло награждение победителей конкурса, посвященный депортации карачаевского народа. Творческое состязание было организовано отделением региональной общественной организации «Карачаев-Ланхалк» управлением образования Карачаевска и Карачаевского района. Почетными грамотами и подарками были отмечены учителя родных языков и школьники. Подробнее Алихан Лепшоков. Данный конкурс позволил школьникам и учителям родного языка продемонстрировать не только знания литературы, но и представить свои творческие работы по изобразительному искусству. Организаторы отмечают, что именно благодаря таким конкурсам молодое поколение будет помнить трагические страницы из истории своего народа. И наша задача – воспитать детях любовь к родному языку, и чтобы никто и никогда не испытал боль депортации. Когда высылали, гружали товарняки, вагоны, бесстрашие, отвагу показывали наши карачаевцы на фронтах Великой Отечественной войны. Так что вот об этом мы должны все время говорить. Эта тема никогда не устареет. Как бы мы много будем говорить, мы должны много говорить об этом. И сказать правду, ведь образованный человек должен знать историю своего народа. В свою очередь методист Управления образования администрации Карачаевского района Мадина Гирюгова подчеркнула, что эти конкурсы приобщают школьников и родителей к развитию родного языка и культуры народа. Так как трагедия депортации коснулась каждой семьи, и поэтому мы должны передать нашим детям память о тех ужасных событиях, отметила она. Каждый раз, когда идут дни депортации, каждый раз мы сталкиваемся с горечью, с болью. Поэтому, насколько мы будем передавать нашим детям, вот той и останется в следующем поколении. Поэтому очень отрадно, что у нас в районе уделяется очень большое внимание именно этому направлению, изучению родного языка и проведению мероприятий, посвященных депортации карачаевского народа. После состоялось награждение почетными грамотами и подарками. Ученик седьмого класса среднеобщевразовательной школы Аула Кумыш Карим Батчаев стал одним из победителей конкурса. В своей творческой работе он сумел передать трагические эпизоды депортации карачаевского народа. Было дано конкурсное задание на тему депортации карачаевского народа. Мы с моей учительницей Марией Дахировной выбрали стих «Переселение». Затем была выполнена работа по изобразительному искусству. День печали. Всю печаль нашего народа я перенес по рассказам моей бабушки Урусовой Зои. Также благодарственным письмам были отмечены учителя родных языков за вклад в воспитание и обучение родному слову. Олег Ханепшоков, Ахмат Чочаев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.